Окупационная армия расстреливала мирных жителей в Донецкой области, грабила дома, забирала даже еду. После освобождения от российских войск села Богородичное украинские военные встретили там всего двух жителей. 92-летняя женщина рассказала, как оккупанты убивали ее родных. Не единого уцелевшего здания. Во дворах осколки от снарядов. Дома разграблены. Так после российской оккупации выглядит село Богородичное Донецкой области. Его украинские войска освободили несколько дней назад. В населенном пункте, где до войны проживало 800 человек, осталось двое жителей. Солдаты мимо проходили и сказали, что в деревне остались только мы с мамой. Продуктов нам оставили. Среди руин своего дома ходит Николай Гончар. Он со своей 92-летней матерью прожил в подвале несколько месяцев. Ну словами, как объяснить? Конечно, было трудно. Я боялся. Когда обстреливают, это хорошо. Как объяснить? Конечно, страшно было. После того, как российские войска оккупировали село, застрелили старшего сына Нины Ильиничны и невестку. Плачу каждый день. Сыночка нету. Убили. Они пришли сюда и начали хозяйничать. Он сказал, вы идите в Россию и командуйте там. Вот и все. И пошел у них скандал. Ну а потом они отошли и начали бить вокруг дома. Там все. Люба вон там лежала. А Василий вот здесь. Они попали по кухне. Он строил кухню. Я был в доме соседа. Они специально отошли, а потом ударили. Николай похоронил родных прямо во дворе. Ну я глубоко не закапывал их. Возможно будет эксгумация. Приедет сын и может быть мы их перезахороним на кладбище. Окупанты забрали из дома этой семьи все ценные вещи. Увезли даже гусей. Они предлагали в Россию. Я сказал, что я никуда не собираюсь. Кто нас там ждет? Они забрали всех наших гусей. Они сами там голодные ходят. Ожесточенные бои за село шли больше трех месяцев. Российская артиллерия практически сравняла Богородичное с землей. Были штурмы. Были наступления наших. Но огневая мощь, которая была со стороны россиян, это что-то страшное. Я не могу описать это словами. Окупанты превратили в руины многие здания на территории Святогорской лавры. Она расположена рядом с Богородичным. Убегая, российские военные украли из храмов иконы и оставили на территории святыни большое количество оружия и боеприпасов.